К сожалению, неурегулированность этих отношений при распаде Советского Союза, вот мы ее сейчас, соответственно, и пожинаем. А надо было делать так, как делала в свое время Чехия, Словакия. Подписали договор, тихо, спокойно, не просто разбежались, а все вопросы обговорили и разошлись. И точно так же нужно было делать и во времена Советского Союза. Но, к сожалению, руководители СССР оказались мягкотелыми, и те руководители, которые пришли на их место, я имею в виду и Россию, и Украину, и Белоруссию, они, в общем-то, оказались достаточно слабой политикой, именно как политики, как профессионалы. И, в общем-то, создали, даже заложили эти мины, которые сейчас взрываются, из-за которых мы страдаем. Вооруженные силы Азербайджана и Турции в данный момент проводят военные учения на границе Ирана. С какой целью на этот раз? Вы знаете, нам не надо забывать, что Турция член НАТО. Мы очень часто выпускаем этот момент. И что между Эрдоганом и, во всяком случае, одним из руководителей британской разведки, есть достаточно серьезные связи, личные даже. То есть, они в свое время пересекались и есть серьезные контакты. Поэтому влияние НАТО на Турцию не просто существует, а оно достаточно серьезное. И вот эти вот учения, они призваны, конечно, надавить первое на Иран, а второе, давайте не забывать, что в отношении Ирана с блоком НАТО, Вашингтоном, осуществляется такая политика, которая чревата войной. Иран все время висит на волоске от начала войны. Причем эти боевые действия американцы могут вести не самостоятельно. Они могут привлечь Турцию, отчасти Азербайджан, но это я в первую очередь Турцию. И Израиль, авиацию Израиля, которая готова к проведению подобного рода рейдов по территории Ирана, авиационных ударов нанесению. Так что Иран это все прекрасно понимает. И вот эта вот акция, она в первую очередь направлена против Ирана. Не чисто Армении, я думаю, здесь не присутствует как главная какая-то сторона, лишь косвенно. Лишь косвенно, ну как бы, знаете, а заодно, а заодно попугаемой Армению. Но на самом деле это, в общем-то, игры, которые могут спровоцировать еще одну горячую войну. И не дай бог, я бы не хотел, потому что еще одна горячая война, она сразу приведет к горячей войне в Закавказье. Она усилит конфликт на Украине. А это уже будет пахнуть третьей мировой войной, причем очень-очень серьезно. В Азербайджане значительная часть населения позитивно относится к России. Значительная часть простых людей. То есть тех людей, которые ходят на работу, заняты своей семьей и, собственно говоря, особенно в политику не лезут. Но, естественно, часть населения, они уже находятся фактически под влиянием турецкой пропаганды. А турецкая пропаганда, она достаточно специфическая. Мы знаем, что Турция не признает присоединения, фактически, вступления Крыма в Россию, то есть референдум, который проходил в Крыму. Она также не признает референдума на Донбассе, соответственно, в Запорожье, в Херсонской области. Есть целый ряд еще моментов, которые нас разделяют радикально, я имею в виду Россию и Турцию. А эта информационная, скажем, волна, она идет и на Азербайджан. То есть Азербайджан на сегодняшний день находится под мощнейшим прессингом Турции. Причем я бы не стал бы говорить, что этот прессинг только крайне негативный, потому что, как я уже вел речь, по ряду вопросов Турция симпатия относится к России и простые граждане. По ряду вопросов негативно, но в целом, если говорить, рассматривать Азербайджан на армянский конфликт, то, конечно, Турция смотрит на Россию как на страну, которая выступает на стороне Армении. А по большому счету, вообще-то, в России значительная часть, ну, вообще, кто исповедует православие, все на стороне Армении. Это даже вообще вопросам и обсуждениям не подлежит. То есть православные люди все поддерживают Армению. Это с одной стороны. А с другой стороны, и это, естественно, накладывает определенное недовольство. И отсюда вот такие настроения среди азербайджанцев. Не всех, но я еще раз хочу сказать, часть населения, к сожалению, подобное настроение имеет.